Здравствуйте! Я сейчас хочу вам рассказать, подарить, так сказать, 10 очень эффективных приемов общения. Я вам хочу сказать, что, конечно, можно очень серьезно поработать этот вопрос общения, вопрос мимики, жестов, языка тела. Можно прочитать книги Аллана и Барбары Пис, кстати, очень хорошие книги. Можно еще лучше заняться, всерьез заняться работами Пола Экмана, замечательного ученого, открывшего практически все законы, все гномики. Но это требует времени. А можно вот так вот сразу, сходу взять и применять вот эти 10 примеров, приемов, так сказать, не особенно углубляясь в предмет, что называется, но успех получить сходу, сразу. Вот. И вот эти 10 примеров, они, я уверен, вам в значительной степени помогут сделать ваше общение успешным и эффективным. Что же это за 10 примеров? Еще раз, они очень просты. Вот вы посмотрите этот раздел и можете применять. Тем более, что, знаете, они связаны с такой вещью, как общение, как я уже многократно подчеркивал. А это будет способствовать тому, что вы быстро, хорошо все запомните. Итак, первый такой вот пример, прием. Первый. Это при разговоре, беседе держите ладони раскрытыми. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вот не сжимайте в кулак. Вот. Не как-то их там прячьте и так далее. Ну, если, допустим, я прячу свою ладонь, просто потому что, чтобы в кадр, вот так держать довольно напряжно. Вот. А так вообще говоря, при разговоре не прячьте ладони. Держите открытыми и держите их на виду. И это создаст у вашего визави такое вот ощущение доверия. Ощущение доверия. Он поймет, этому, на подсознательном уровне, этому человеку можно доверять. Итак, ладони держим раскрытыми и не прячем их, не сжимаем в кулаки. Вот. Я не говорю, что открытые – это вот так вот, вот так вот общаться. Нет. Открытые ладони – это вот ладони, которые просто находятся в такой свободной, вольной позиции. Ну, вот примерно как сейчас. Второй совет. И вот этот совет я просто считаю необходимо дать и многим авторам курсов, и многим бизнесменам. Не растопыривайте пальцы. Я не имею в виду классическую бандитскую растопырку. Как там они в 90-е там делали? Я даже не упомню. И не вот такую растопырку, как Николай Петрович Воронин делал в сериале «Воронины», когда ухаживал за дамой, он вот так вот растопырил, вот так вот, представлял, так вот делал. Нет. Я имею в виду, вот когда человек говорит, вот такие вот движения. Вот такая вот растопырка пальцев. Не растопыривайте пальцы. Понимаете? И не поднимайте их слишком высоко. Вот если вы будете вот на этом уровне вот жестикуляцию даже на этом делать, то, понимаете, у собеседника сложится ощущение некой агрессивности. У него возникнет подсознательное отторжение вас как собеседника. Я вот, знаете, получаю достаточно много всяких рекламных материалов, и я посмотрел, что... Я не буду называть фамилии этих людей, вот не в этом делу, но я посмотрел, что... Не знаю причину, но они вот так вот жестикулируют. То есть, такие ломанные движения, пальцы в растопырку. Может быть, они этим хотят показать что-то вроде открытости. Вот, мол, я открыл полностью, аж пальцы вот так вот раздвернул. Но это на самом деле не так. Это агрессия жести. И плюс ко всему еще, когда они говорят, они делают такие вот движения телом, такие вот, немножко вперед, вот такие, но достаясь нарезки. Вот, и это тоже создает такую вот иллюзию, или, скажем так, мнение об агрессивности. Поэтому не растопыривайте пальцы. Третий совет. Если вы беседуете, как говорится, сидя, вот в креслах и так далее, вот, держите локти на подлокотниках. Если, допустим, кресло вот такое вот, что вы там только в одном углу помещаетесь, тогда одну руку. Но важно держать на подлокотнике. Ни в коем случае не сидеть вот так вот в кресле. Вот подлокотники идут здесь, а вы вот так вот сидите. Это сразу дает вам подчиненную некую позицию. Вы сразу показываете, что я готов на ограничение, я готов ограничить себя в пространстве. А если готов ограничить, значит готов ограничить себя, значит готов ограничиться и в чем-то другом. Это очень существенный момент. Итак, при беседе держите локти на подлокотниках. Четвертый прием. Оберегайте свое пространство. Помните, что у каждого человека есть какая-то психологическая зона, такая вот комфорта. И эту зону нарушать очень, в общем-то, нежелательно. Ну, подробно об этом рассказано в курсе «Взгляд и мимика», а пока могу сказать одно. Никого, ну, если, конечно, там речь не идет о близком друге, там, или о любимой девушке, или женщине, или любимому мужчине, никого слишком близко не подпускайте. И сами не вторгайтесь в чужое пространство. Вы это почувствуете, что как только вы превысили какие-то пределы, собеседник начнет от вас закрываться. Что он начнет делать? Он начнет, вот, ручку между вами положит, начнет чем-то играться, книжку положит. Ну, такой вот барьерчик как бы создает на позадательном уровне. Поэтому оберегайте свое пространство и не вторгайтесь в пространство чужих. Знаете, как вот действуют хулиганы, вот классические, так сказать, типа «Дядя, дай закурить». Он сразу вторгается в пространство, подходит очень близко и старается подавить. Отошли дистанцию и ему ответили. Оберегайте свое пространство. Пятый совет. Зеркально повторяйте сигналы языка телодвижений собеседника. Только. Вот если собеседник так немножко повернулся, вы повернетесь. Собеседник вот так вот говорит, вот так вот, допустим. Не означает то, что вы как зеркало должны подумать, что вы его пародируете. Ну, как-то так, коснитесь лица, допустим. Вот. Собеседник голову на бок, вы голову на бок. Ну, в общем, копируйте, но не пародируйте. И потом вот тот, кто с вами беседовал, будет думать, вот с каким симпатичным я человеком познакомился. Ну, и такое вот маленькое, ну, задание, не задание. Если вы общаетесь с семейной парой, посмотрите, кто первый подает сигналы, как бы такие вот невербальные, а кто их потом повторяет. Это и есть глава семьи. Если вот жена там, что-то там жестикулирует и так далее, там, или позы принимает какие-то во время сидения, а муж за ней повторяет неосознанно, вот, то это значит, что жена глава семьи, а не муж. Ну, и, соответственно, наоборот. Но помните, ни в коем случае, вот, повторяйте движение, но ни в коем случае не пародируйте буквально, а обозначайте эти движения. Шестой совет. Копируйте темп речи собеседника, а потом, может быть, чуть-чуть и корректируйте этот темп. Допустим, ваш собеседник говорит медленно. Если вы будете говорить очень быстро, у вас произойдет такой диссонанс, и надо сказать, что беседа-то не получится. Но что вы можете сделать? Вы можете понизить или повысить, ну, по ситуации, темп речи до собеседника, а потом чуть-чуть его проварьировать, там, скажем, чуть-чуть ускорить. Но так не очень значительно. И если собеседник пошел за вами, все, контакт установлен, это очень хороший контакт. Так что вот слушайте собеседника, очень внимательно слушайте, и улавливайте его особенности темпа и интонации. Седьмой совет. Во время беседы с кем-то не скрещивайте руки, вот так вот. Или вот так вот как-то там, ну, в общем, не перекрещивайте руки. Дело в том, что люди почему-то это воспринимают как сигнал закрытости. И сами начинают от вас закрыться. Ах, ты меня не пускаешь, ну, таки я тебя. Понимаете, на самом деле-то это не так. На самом деле-то всего лишь выравнивание энергии. Энергия у нас течет гомолатерально, слева и справа. И если, допустим, вот человек чистует неодобствия, он может скрестить руки и выровнять энергию. Просто-напросто. Это не говорит о закрытости негатива. Но люди-то это воспринимают. По-другому. Люди воспринимают это как же закрытости. Поэтому вот тоже не скрещивайте руки. Восьмой совет. Во время беседы прикасайтесь к локтю собеседника. Чуть-чуть. Вот есть единственное место, которое касание вызывает такое вот ощущение доверия, что ли, доверительности. Но запомните, это только локоть. Не плечо. Не, скажем, ну я не знаю, не здесь, не здесь. А только локоть. Чуть-чуть коснитесь локтя. И если вы почувствуете, что собеседник еще больше открывается для вас, значит, все правильно. Вы действуете правильно. Но если он как-то вот немножечко начинает тут же уходить после этого, значит, надо менять тактику беседы. Но вообще говоря, прикосновение к локтю собеседника – это показатель, в первую очередь, вашей открытости и вашего доверия к нему, вашей симпатии к нему. Ну и, кто знает, там, глядишь, и ответная симпатия появится. Девятый совет. Ну, не то, чтобы это невербальные сигналы, но, тем не менее, во время беседы повторите три раза имя собеседника. Вот, допустим, короткая беседа, небольшая, на какой-то вечеринке, рауте, ну, я знаю, на конференции, повторите имя три раза. Запомните эту волшебную цифру. Три. Но не меньше. Три – это знак уважения. Меньше – это знак такого пренебрежения чувствуется. Поймите, что человеку нет ничего сладче, чем звук его имени. Но если вы начнете больше злоупотреблять этим, вы вызовете реакцию отторжения, появится недоверие. Ну, к примеру, вот заходит торговый агент, куда-нибудь и вот выцепил имя собеседницы или собеседника. И начинает, допустим, собеседница звать Татьяна Михайловна. И понесла. Татьяна Михайловна, вы себе не представляете, какой замечательный фен я вам, Татьяна Михайловна, хочу сейчас продать. Татьяна Михайловна, вы без этого фена, просто вот, ну, жизнь ваша будет мрачна. И поверьте мне, Татьяна Михайловна, через много лет вы внукам своим будете рассказывать, как вы, Татьяна Михайловна, купили замечательный фен. Короче говоря, если слишком много козырять именем, это вызывает такое, ну, скажем так, некоторое, ну, недоверие действительно. А чего это он так? Три раза. Конечно, если беседу очень долго, и обстоятельства того требуют, можно и больше, все-таки не чистите с именем слишком. Ну, и последний совет, не прикасайтесь своему лицу во время разговора. Старайтесь этого не делать. Почему? Потому что прикосновение к лицу, то вот, вот, это вы, или как-то закрываете, что ли, и так далее. Почему-то люди воспринимают эти сигналы негативного прикосновения к лицу, а тем более вот так вот, если вы будете слушать собеседника, вот, понимаете, вот Маргарет Тэтчер вот любила там, да, вот, сесть вот так вот, слушать, она вроде бы как думала над чем-то, а собеседники тушевались, ей немножко вот эту привычку, что называется, подправили, она перестала так делать. Хотя ей было сложно, привычка это дело такое, вот, поэтому вот старайтесь не прикасаться к лицу. Лицо ваше должно быть все время открыто. Итак, 10 советов, давайте их пройдем еще раз. Первое, держите ладони раскрытыми. Второе, не растопыривайте пальцы. Третье, во время беседы держите локти на подлокотниках. Четвертое, оберегайте свое пространство. Пятый, зеркально повторяйте сигналы языка телодвижения вашего собеседника. Копируйте темп речи собеседника. Шестой. Седьмой, не скрещивайте руки во время беседы. Восьмой, старайтесь не схватить, а прикоснуться к локтю собеседника. Это очень, знаете, такой сигнал доверия. Повторяйте имя собеседника в короткой беседе примерно три раза. И не прикасайтесь, по крайней мере, очень постарайтесь не прикасаться к лицу во время разговора. Понятно. Да, вот эти действия, они все очень просты. Просто вот вы, может быть, еще раз посмотрите этот эпизодик, может, просто подумайте. Возьмите их на вооружение, и я уверен, что ваше общение станет гораздо более успешным. Удачи всем и во всем. Продолжение следует...